Вот такими были двойняшки, девочка и мальчик, когда в последний раз они меня посетили вместе со своей мамой. Ну а теперь пришло и моё время навестить их дома, посмотреть, как они подросли. Привет, друзья, из Западной Африки, страна Гана. С вами снова Виктория, и мы в гостях у моей соседки молодой мамы, мамы двух малышей. Когда мы пришли в гости, я и моя подруга к молодой маме, она как раз их только что покупала и одевает в чистую одежду. Малыши подросли, а мама жалуется. Да, на себя нет времени, а на них есть всегда. И так и должно быть, а как же иначе? Сначала мы отдаём все наши силы, всю нашу заботу, любовь. А затем, когда они вырастут, будут заботиться о нас. Это моя подруга Эста. Мальчика одели, а теперь девочку одеваем. Как они уже выросли. Помните, когда им была всего лишь одна неделя? Я показывала. Вот. Здесь им была всего одна неделя, а сейчас уже пять месяцев. Конечно же, они подросли. И девочку мы всегда отличаем по серёжкам в ушах. А вот видите здесь, ноготок покрашен фиолетовым цветом. А для чего? Это означает, что ребёнку дали вакцину от полио в виде капелек в рот. Это своего рода фиолетовая метка, которая предупреждает любого другого медицинского работника, что этот ребёнок уже привит от полио. И эта метка не смывается при купании несколько дней. Как раз только на период кампании вакцинации против полио. Хотя, конечно же, все прививки заносятся вот в такую книжечку, в которой ведутся записи самой беременности. Эта книжечка выдаётся на руки маме, ведь здесь полно информации про беременность и уход за ребёнком от нуля до двух лет. Вот такая информация с картинками от Министерства здравоохранения Ганы. Это своего рода медицинские стандарты для здоровья мамы и малыша. И у меня была такая в своё время, я следовала всем этим указаниям, которые помогли мне оставаться здоровой и моим детям. Ведь в Африке есть свои особенности, которые неизвестны нашим медикам. И главное это вот предупреждение малярии. Поэтому здесь дают таблетки во время беременности, а также рекомендуют спать под москитной сеткой. И вот они, простые рекомендации. Ежедневная гигиена, сон, простые упражнения и никакого алкоголя. И, конечно же, рекомендации по еде. В Гане поесть любят. Вот, например, во время беременности придумали 4 звезды диету. Это наподобие нашей пищевой пирамиды. Каждая звездочка – это отдельная категория продуктов. То есть, составляя себе блюдо, нужно обязательно включить продукт из каждой категории. А приёма в пище должно быть 4 для беременных плюс перекусы. И вот она диета 4 звездочки. Первая категория – углеводы, зерновые, ям, плантан. Второе – бобовые и семена, источники растительного белка. Следующая звездочка, третья – фрукты и овощи. Манго, папайя, авокадо. И главное – зелёные листовые овощи. Как эти, которые я всегда покупаю. И последняя категория, четвёртая звездочка – это продукты животного происхождения. Рыба, мясо, яйца. А вот это последняя информация, которая дополняет предыдущую. Важно знать, что растительное масло, включая пальмовое, заметьте здесь, улучшает усвоение витаминов. Второй совет – используйте йодированную соль. И последнее – пейте много воды и свежего сока. Далее идут иллюстрации, в каких случаях срочно нужно обратиться в больницу во время беременности. А также есть информация, что с собой брать на роды в больницу. Хорошо, когда знаешь заранее, что от тебя ожидают, чтобы подготовиться. А именно – это прокладки, мыло для купания, антисептик для пуповины, клеёнка. Традиционный африканский принт – четыре куска, которые будут служить в качестве постельного белья, а также что-то типа халата, просто замотать себя тканью, как вы видите на картинке. И, конечно же, одежда для малыша, мальчика, девочки, но главное – это носки и шапочка. И здесь же обязательно в этой брошюрке рассказывается о методах контрацепции, которые мама может обсудить с лечащим врачом после родов. А когда родился малыш, здесь идёт доступное руководство касательно грудного вскармливания. Не знаю, как в странах бывшего СНГ, но в Гане вот такие рекомендации для сравнения. Приложить ребёнка к груди в течение 30 минут после родов. И это оберегает только что родившую маму от сильного кровотечения, а также помогает в выработке грудного молока. Второе – режим кормления. Кормите ребёнка днём и ночью, часто, когда он требует. Третье самое важное правило, которое почти все нарушают, оно гласит – нельзя давать ребёнку никаких других жидкостей, включая воду, нельзя, кроме грудного молока. Я давала воду, а соседка моя даже давала настой из трав. И последняя рекомендация по грудному вскармливанию. Здесь советуют, что самое первое молоко молозива нужно дать ребёнку. Вот написано, что это защищает его от болезней. Рекомендация – не выбрасывайте молозива. Вот здесь учат обрабатывать пуповину, рекомендуют специальный антисептик. Не рекомендуют различные травяные препараты, потому что могут даже навредить. В ГАНе роды бесплатно и выписывают, если всё нормально, на следующий день. Поэтому эти рекомендации, когда что-то случится с ребёнком, и нужно срочно обратиться в больницу, эти рекомендации особенно ценны. Высокая температура, рвота, понос и всё остальное. Значит, нужно срочно обращаться к врачу. Мама будет также приносить ребёнка на регулярное взвешивание и вакцинацию по плану. И приём витамина А для глаз. Его дают каждые 6 месяцев до 5 лет. Кстати, очки здесь обычно начинают носить после 45, когда развивается дальнозоркость. Они так их и называют – очки для чтения. И, конечно, вот он план вакцинации детей, соответствующий международным стандартам. А теперь самое интересное. Как же кормят детей до 2 лет? Какие рекомендации? Повторюсь, первые 6 месяцев – исключительно грудное молоко. Воду не давать. А в 6 месяцев можно давать кашу. Несколько раз в день по 2-3 ложки. Заметьте, что здесь написали. Без перца. Нам такое и в голову не придёт, чтобы давать перец ребёнку. А здесь могут дать. В следующий период развития ребёнка от 6 до 9 месяцев добавляют 1 фрукт. Вот, видите, на картинке будет 3 каши, 1 фрукт и, конечно же, грудное вскармливание. Оно будет продолжаться до 2 лет. Такова рекомендация врачей Ганы. И с года до 2 лет ребёнок уже пробует есть всё, что едят в семье. Только рекомендует, опять же, без перца. Потому что на семью всегда готовят с перцем. Итак, рекомендации. Текстура еды – хорошо размельчённая. Частота кормления – 3-4 раза в день. Если без грудного вскармливания, то 5. Плюс 2 перекуса. И советуют есть фрукты ребёнку каждый день. А сама еда в течение всего дня должна быть разнообразной. И для этого здесь уже советуют ребёнку тоже переходить на диету 4 звезды. Ту самую, которую мы рассмотрели раньше. Ну, ту, что рекомендовали маме во время беременности. 4 различных категорий продуктов. Да, и последняя рекомендация. Вот она. Помоги ребёнку есть самому. Вот так постепенно ребёнок и переходит на основное питание, принятое в семье. Вы заметили, что в этой брошюре не было ни слова сказано об искусственном питании. То, что популярно у нас. Дело в том, что в Гане это не актуально. Не применяют. Хотя, конечно же, есть исключения. В основном вся диета базируется на грудном молоке. И затем уже натуральная еда, которая существует в природе Ганы. То есть, эта информация в книге рассчитана на любого, даже бедного человека. Потому что всё, что здесь указано, все продукты доступны. А вот искусственное питание, молочные смеси – это всё импорт. Дорого. Доступно далеко не каждому. Я теперь только понимаю, какую грандиозную работу проделали авторы этой брошюры. Они показали, что можно кормить и детей, и взрослых полноценно, пользуясь дарами Ганы. Поэтому и эти малыши, хоть и родились в скромной семье, набирают веси очень хорошо по плану. Кстати, вес тоже сюда записывают, в эту же книжечку. А затем строят график для девочек отдельно и для мальчиков отдельно, чтобы контролировать, если развитие детей отклоняется от нормы. Ну а у нас всё в порядке, чего и желаем малышам всей земли. А родителям, дедушкам и бабушкам этих малышей – любви, здоровья и семейного тепла. И этим теплом мы делимся на канале «Моя тёплая Африка». До новых встреч, друзья!